Благодарим Тебя, Наш милосердный Небесный Отец! Благодарим Тебя за Твое присутствие в нашей жизни, Господь! Благодарим Тебя за Твою благодать, явленную нам, Господи нашему Иисусе Христе! И за это величайшее спасение! Спасибо Тебе, Боже! Спасибо за прощение грехов! Спасибо Тебе за все Твои благие и даяния! Спасибо Тебе, Боже! Я знаю, Господа, ветром, И знаю я Творца дождей, Он векорю смиреет, И солнца луч пошлет, Он вновь, И знаю я Творца дождей, Он векорю смиреет, И солнца луч пошлет, И солнца луч пошлет, И солнца луч пошлет, Он вновь, Ведь знаю я Творца дождей, Я знаю, Господа, Я знаю, Господа, И солнца луч пошлет, И солнца луч пошлет, И пребудет с Вами, Чтобы Вы также возрастали В благодати Господа нашего Иисуса Христа. Что ж, сегодня мы продолжим изучение послания Петра, Первого послания. Мы уже приступили с Вами к четвертой главе. И в этих посланиях апостол Павел показывает великолепное откровение Божьего домостроительства, Особенно мы это увидели во втором его послании, Где он показывает нам, что мы являемся живыми Божьими камнями, Из которых Бог строит храм, А также мы строим. То есть это взаимное, как мы уже увидели, идет строительство. Не то, что мы сидим вообще, как бы, ничего не делая, А Бог все пришел, сам и сделал. Конечно же, мы не надеемся на свои силы, На дела рук своих, На свои какие-то успехи, таланты. Конечно же, все делает Божья благодать. Но от нас тоже требуются шаги нашей веры. Как уже и говорили, когда мы делаем к Богу один шаг, Он к нам делает два. Возможно и больше, не знаю. Поэтому апостол Петр показывает нам прекрасный пример Божьего строительства. Здесь он также говорит о домостроительстве тайн Божьих, В этом послании, к чему мы подойдем, Впоследствии проповеди. Но продолжает он с таких слов свою тему, Говоря, «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, То и вы вооружитесь той же мыслью, Ибо страдающий плотью перестает грешить». Очень интересный стих. Его как только не трактуют. Самая распространенная версия. Его трактуют таким образом, говорят, Ну вот, если ты заболел, Если ты лежишь, так скажем, в больнице, На одре, там у тебя какая-то смертельная болезнь, Они говорят, то это Бог дал тебе, послал эту Бог, Они говорят, именно Бог послал тебе эту болезнь, Чтобы таким образом ты перестал грешить. Ну это такая самая распространенная версия в христианстве. Они говорят, страдающий плотью. Ну болезнь это что же в принципе страдание? Но если вы прочитаете полностью этот стих, То апостол Павел здесь не говорит о болезни. И нигде мы не находим, Чтобы Бог посылал нам болезни В качестве, так скажем, противоядия ко греху. Ничего подобного. Обратите внимание, что нам посылается Дух Святой, Чтобы мы не грешили. Но не болезнь. Ну а чем здесь говорит апостол? Смотрите, выше читайте, Здесь своим, так сказать, проще простого написано. Как Христос пострадал за нас плотью, То есть по плоти. О каких здесь идет страданиях? О страданиях за веру. То есть Христос пострадал за веру, За то, кем Он был. Он пострадал за дела Божьи. Помните, когда на Него пришли с камнями, Он говорит, Много добрых дел показал и вам этот самый, Его Небесного, За какое из них хотите побить Меня камнями? Правильно? Да. То есть здесь мы видим, Что речь идет о страданиях за веру, Страдания по плоти. Как Христос пострадал по плоти за нас, То есть Он был физически убит, То есть Он не болезнями какими-то пострадал, Он не заболел ради нас, Правильно? Нет, здесь не о болезни идет речь. Он был распят ради нас, И ради нашего спасения, И оправдания, И прощения грехов. Он пострадал по плоти, И мы должны вооружиться той же мыслью, Потому что Он говорил, В мире будете иметь скорбь. Но я не имел в виду, Я вам болезни пошлю, опять же. Скорбь в плане гонений. Вас будут преследовать за вашу веру. То есть вы всегда должны держать это в своем разуме, Если вас гонят, смеются, Не знаю, прикалываются, Мы знаем, что в ранние времена Вообще верующих уничтожали и убивали, Даже публичные казни совершали над христианами. Сегодня в некоторых исламских странах Существует то же самое, Где уничтожают, убивают некоторых христиан За веру в Иисуса Христа. И здесь Петр говорит, Вооружитесь! То есть пусть эта мысль будет всегда у вас. То есть когда придет злой день в вашу жизнь, Ну, не за ваши там какие-то злые дела. Ну, надеюсь, никто из нас их не делает, Чтобы страдать потом из-за этого. Но если к вам в жизнь приходит страдание за веру, Эта мысль должна у вас всегда быть на вооружении. Это угодно Богу, Если вы страдаете за дела Христовы. Это самые благословенные страдания, Которые в действительности, Богоугодные страдания. Ибо страдающий плотью перестает грешить. Человек, страдающий по плоти, Терпящий преследование, И гонения. То есть каким это образом связано с тем, Что человек оставляет грех, Не до конца я могу лично это увязать, Но я надеюсь, что Дух Святой это вам откроет впоследствии, Потому что я не могу все знать. Но я уверен одно, Что первое, что нам посылает Бог Для освобождения от греха, Это закон Духа жизни, Находящийся в Иисусе Христе. Об этом сказал еще апостол Павел. Благодарение Богу за закон Духа жизни В Иисусе Христе. Ведь именно закон Духа жизни, Крещение Духом Святым, Дает нам силу не грешить. Иисус говорит, вы примите силу, Когда на вас сойдет Дух Святой. Во-первых, это сила, Данная к новому рождению, К измененной жизни. А потом эта сила проявляется В силе свидетельствования Об Иисусе Христе. Итак, чтобы остальное В плоти время вам уже жить Не по человеческим похотям, Но по воле Божьей. Аминь. Обратите внимание, Что вся ваша дальнейшая жизнь, А не моя, Она уже не сообразовывается с этим веком, Но она преобразовывается Обновлением нашего ума, Как об этом говорится в других посланиях апостолов, Мы преобразовываемся Духом Святым, Обновляемся Духом Святым. Для того, чтобы не жить По человеческим похотям, Которые действовали до нашего возрождения В наших членах. Человеческие похоти, Греховные похоти, Они устраняются из нашей жизни. Потому что довольно, То есть достаточно уже того, Что вы в прошедшее время жизни Поступали по воле языческой, Предавались нечистотам. Ну, все мы были, грубо говоря, Язычниками. Мы были в беззаконии, Во грехе, И жили так, Как диктует нам этот мир. А этому миру, в свою очередь, Диктует дьявол. Потому что именно дьявол Назван князем этого века. Князь – это управляющий, Он правит. Он князь на этой планете. И люди в основном Исполняют его собственную волю, Поклоняясь ему. Некоторые осознанно ему поклоняются, Другие поклоняются неосознанно дьяволу. Ну, даже некоторые люди в церкви Могут поклоняться дьяволу неосознанно. Каким образом? Никто посреди церкви не встанет И не будет кланяться, Делать наклоны и говорить, Дьявол, я тут тебе поклоняюсь. Ничего подобного. Поклонение осуществляется За счет исполнения воли. Как в миру мы Жили по воле языческой, А воля языческая В принципе, это воля дьявольская, По сути, да? Потому что дьявол – князь этого века. Так и люди, Если не исполняют волю Божью, То они служат воле дьявола. Тут другого не дано. Тут как в шахматной доске. Либо белая пешка, Либо черная пешка. Либо ты волю Господа Бога исполняешь, Либо ты исполняешь волю Сатаны. Ну, есть категория людей, И они говорят, А я ничью волю не исполняю, Я по своей воле живу. Ничего подобного. Если ты по своим прихотям живешь, По сути, ты исполняешь волю Сатаны. Ведь именно дьяволу угодно, Чтобы ты жил по своим собственным прихотям. Поэтому, по сути, Никто из нас, Как и говорил апостол ранее, Никто из нас не живет для себя, Не умирает для себя. Мы живем для Господа. Аминь. Потому что Христос – это цель нашей жизни. Аминь. Хватит того, что мы жили по языческой воле, Предавались нечистотам, По хотям. И здесь он перечисляет вообще ужасные вещи. Первое. Мужеложство. Ну, те, кто с мужчинами на ложе спали. Понятно, да? Скотоложство. Следующая категория еще хуже. Со скотиной жили. В смысле совокуплялись. И всяким помыслом, Помышлением нечистотным, Соответственно, Похоть, как говорится, Зачавшая рождает грех, И сделанный грех рождает что? Смерть. Поэтому апостол говорил так же, Не обманывайтесь. Бог не бывает поругаем, да? Бог никого злом не искушает, Сам не искушается. Так же злом. Верно? Да. Но каждый человек искушается, Обольщаясь своей собственной похотью. Похоть, нечистые мысли, Желания зачинают, То есть дьявол их сеет в разум сначала, Человек их начинает обмозговывать, Зачинает это в себе, И рождает в своей жизни грех какой-то, Смерть, ложь рождает, Ну и так далее. Предавались пьянству, Излишеству в пище, И питье, И нелепому и доуслужению. Кстати, Некоторые верующим, Если они избавлены от всего вышеперечисленного, То излишество в пище и питье, Это еще некоторым стоит, Еще и освобождаться, Будучи крестьянами. Излишество в еде и в питье. И нелепое и доуслужение. Ну вы знаете, Что в древние времена И доуслужения, Это были деревянные стуканы, И так далее. Сегодня деревянных истуканов нет, И каменных. Сегодня вы практически не найдете, Чтобы человек стоял перед куском дерева, И поклонялся бы ему. Но идолы, По сути, Мы понимаем, Это все, Что человек ставит На первое место Вместо Иисуса Христа. Ведь говорится, Что Христос Есть глава церкви. Также Христос Индивидуально является Главой у каждого из нас. Ну, Все вместе мы тело, Порознь мы члены. Но когда мы порознь, Ну, Каждый занят своими делами На протяжении недели. Да, Дом, Работа, Семья там, Еще где-то ты там находишься, То кто тебе глава там, Когда мы порознь? Конечно же Христос. На тебе пребывает Божье помазание, Которое тебя обучает В процессе своей, Твоей жизни. Аминь. Поэтому все, Что человек ставит Выше Иисуса Христа, Это идолослужение. Или кумир, Или идол. То есть не имеет значения. Поэтому они И девятся, То есть удивляются, Люди этого мира. Ну, Знаете, Когда я размышлял Об этих стихах, Я увидел, Что не только люди Этого мира Удивляются, Девятся, Но даже люди, Называющие себя Верующими в Бога, Посещающими церковь, Они тоже иногда Удивляются с вас. Они только удивляются, Но и злословят вас. Недаром говорится в Писании, Все желающие жить Благочестиво во Христе Иисусе, Будут гонимы. Так вот, Когда эти слова писались, Тогда желающие жить Благочестиво Были гонимы, Преследуемы, Религиозными, Там, Иудеи друг друга гнали, Да, Иудеи гнали христиан, Верующих, Так скажем, Тоже евреев, Гнали, Преследовали. Но сегодня церковь В некотором смысле Попадает в более худшее состояние. Верующие Преследуют Другого верующего, Который Желает жить Благочестиво. Каким образом Преследуют? Клевещут, Лгут, Я не знаю, Там выдумают Все, что угодно. Если ты по сути Хочешь жить Праведно и свято В Иисусе Христе, Живя по благодати Божьей, Сохраняя себя В святости, Заметь, Грешникам Ты по сути Вообще не интересен. Вот тебя на работе Кто-нибудь за веру Преследует? Кто тебя чаще По жизни Преследовал За твою веру? Скажи, Верующие Или грешники? Конечно, Верующие Они грешники Не преследуют Ни разу, да, Не преследуют? Хотя говоришь О Христе, Свидетельствах Ну, кто-нибудь Пошутит, Скажет, Ну, мне неинтересно Кто-нибудь скажет Там, Калек, Классный ты мужик, Нормальный ты мужик, Честный, Справедливый, Да, То есть Вы посмотрите, Насколько мир Изменяется? Я тоже могу Сказать то же самое Сколько я работал В неверующих коллективах Ну, Меня из неверующих Никто там Не бил там Ну, Были там Какие-то моменты Кто-то клеветал там Ну, Было там Побили пару раз Там Несколько лет назад Лет 15 назад Там было там Дело Вот, Ну, Ну, Было там Кто-то пошутил Кто-то с добрым Ну, То, Что делают христиане И я каждый день Мне сегодня Одна сестра написала Вконтакте А вам когда-нибудь Пишут, Говорит Какие-нибудь Плохие вещи Там Я говорю Каждый день И не грешники Причем Не грешники А именно Верующие Вы посмотрите Насколько мир Изменился Насколько изменился Мир Если раньше Преследовали Грешники Могли преследовать Ну, Или какие-нибудь Религиозные Иудеи Наподобие Савла Преследующего Христиан И то изменился Потом, Да Стал Величайшим Апостолом Христом То есть сегодня Мир вообще перевернулся Дьяволу по сути Уже делать нечего Некоторые верующие Сами друг друга съедают То есть Грешники Не гонят Сегодня церковь Вообще Никак По сути Не гонят Верующие Гонят верующих Мир изменился Церковь Изменилась Ну Может Та, которая называется Изменилась Но я верю Я верю Что истинное Тело Христово Не изменилось Оно наоборот Больше и больше Преображается В образ Иисуса Христа Ну что ж Давайте возьмем Опять Они удивляются Что вы не Участвуете С ними В том же распутстве И злословят вас Обратите внимание Насколько этот стих Подходит к современным Динаминациям Я не говорю А в мире Про мир мы уже давно Должны Они уже Ну Не дивятся Этому Что мы с ними Не участвуем Ну поначалу Когда я веровал Кто-то и удивлялся О Женя Че ты с нами Больше Не ничего Никак Все кто попал Там мозги Зазомбировали И так далее То есть Это было 18 лет назад Сегодня Со мной Никто Не удивляется Все мое Окружение Из неверующих Давно знают Что я верующий Для них Нет ничего Удивительного Мне никто Не предлагает Из них Ничего греховного Но в некоторых Церквях Не дивятся А ожесточают Саева Я просто говорю Вот как оно есть Сегодня реально В жизни Как он там писал Что Язычники Дивятся Сегодня язычники Не дивятся Сегодня Уже даже Христиане Не дивятся Некоторые Из них Злятся Злятся Что вы Не участвуете С ними В том же Распутстве Полно Мне десятки людей Пишут Знаете С разных городов С разных стран Отовсюду Ну соответственно Русскоязычные Знаете Шаблоны Одни Мне уже кто-то Начинает историю Свою рассказывать Ударит Женя У нас там церкви Не знаю Что делать Я говорю Мне уже все понятно Я говорю Знаете У всех Истории Одинаковые Люди Разные Разные Города Разные Собрания Но шаблоны Абсолютно У всех Одинаковые Злятся Некоторые Злятся Пастыри Злятся Прихожане Злятся Что Некоторые Верующие Не участвуют С ними В том же Распутстве Которое Они устраивают В своих Собраниях Но распутство Не в плане Каких-то Блудливых Оргий Или Напиться До беспамятства Нет Творят Какие-то Вещи Участвуют В каких-то Беззакониях Обманывают Кидают На деньги Какие-нибудь Вещи Творятся В собрании Ты не хочешь Участвовать То есть Не хочешь Ходить В такую Церковь И говоришь Я не могу Ходить В такое Собрание Где творятся Вот такие Вещи И что Происходит Злословят Христиане Не только Злословят Проклинают Даже существует У них такое понятие Как пастерское Проклятие Ну реально Знаете У меня в голове Не укладывается Если человек Не согласен Со своим Собранием Ну был там Пять лет согласен А потом Церковь Юзом пошла Там вот так И справляться Не хочет Ну а дети Божьи Они же везде есть Они же разбросаны Повсюду И дитя Божье Начинает говорить У нас это Это не Неправильно Давайте так Так На нее злятся Выдавливают Человек говорит Я не буду больше Ходить в такое собрание И пастер говорит Если ты перейдешь В другое собрание Я тебя прокляну У тебя Будешь болеть Я вам просто Факты говорю Реально Проклинают В прямом Смысле Слова Мне позвонил Три дня назад Человек Которого довели До самоубийства Но он выжил Просто Ходил в церковь Полюбил ее Просто Это ужас Я говорю Он ушел Он ушел в мир Он не смог там находиться Проблемы начались Как бы Дошел чуть ли не до петли Так его проклинали Я говорю Вот тебе Нормально Был несогласен с церковью Начали проклинать И этот механизм Ну то есть Раз я эту тему Уже поднял Каким образом Работают Так называемые В кавычках Проклятия Они работают Только рассчитаны На немощных В вере Ведь когда тебе Всю жизнь Внушали пастерский Авторитет Что все что он скажет Это Царь и Бог И представьте Когда эти люди В прямом смысле Начинают проклятие В чью-то жизнь Изрыгать То эта бедная душа Любящая Бога Она Соответственно В смятении Она начинает думать Что это Бог Ее проклинает Запугивают Таким образом Людей И тогда Человек И человек Через страх Который в нем Начинает Ну проявляться Он просто Притягивает бесов Реально в свою жизнь И человек Находится в страхе И все Таким образом Морально Издеваются Над людьми В некоторых собраниях То есть Даже не удивляются А злятся И некоторых Проклинают За то Что не хотят С ними участвовать Но в поддержке Таким людям Хочу сказать Не бойтесь Ни одно проклятие Против вас Не может быть Действенным Если вы действительно В истине В Божьей правде Меня тоже Несколько раз Проклинали Меня тоже Несколько раз Говорили Что я умру Меня пугали Детьми Реально Что Бог Будет бить И поражать Моих детей Что Бог Моя жена Беременная Когда была И вторым И первым С первым ребенком Тоже всякие Проклятия Говорили В сторону Потом Когда вторым Ребенком Забеременела Тоже верующие Пугали Женя Там Бог Проклянет Там Когда я говорил Правильные вещи В мою сторону То есть Смотрите Что они делают Это способы Манипуляции Для того Чтобы человека Загнать в свою волю Если не загнать В свою волю То реально Его словесно Убить Чтобы он Реально Рассыпался И Или в мир Ушел Или Действительно Потух Окончательно И перестал Двигаться Я знаю Людей Которые Реально В церкви Не знаю Молились Или нет Но реально Предлагали Молиться Чтобы удивить Ярова Уста Отсохли Язык Отвалился Или как Я говорю Факты Это вот здесь В этом городе Некоторые Из вас Знают Этих людей То есть Реально Ставили Молитвенную Нужну Молиться Чтобы удивить Ярова Язык Отсох Это не Сатанисты Это люди Называющие Себя Верующими В Господа Иисуса Христа Так как Я не согласен С их Вероучением И действием И Высказал Это Они Решили Молиться Чтобы У меня Язык Отсох Вот У меня Это не укладывается В голове Но мир Я еще раз говорю Христианский Некоторые Так называемые Далеко Изменился Сейчас даже Католиком Поедет Спокойно Смотрите Они Следующий Говорит Петр Дадут Ответ Вот такие Люди Которые Преследуют Вас Злянятся На вас За то Что вы с ними Не хотите Участвовать В каких-то Их делах Называемых Церковными Делами Которые На самом деле С Божьими Ничего общего Не имеют Или там Тусняк Какой-то В церкви Есть Сегодня У них Это как С добрым Утром Здесь Петр Говорит Они Дадут Ответ Имеющему Вскоре Судить Живых И мертвых А мы знаем Что судья Над живыми Мертвыми Иисус Христос Говорится В книге Деяния Что Бог Посредством Него Будет Судить Иисус Христос Является Судьею Об этом Говорит На все Евангелие Для того И мертвым Было Благовествуемо Чтобы они Подвергшись Суду По человеку Плотью Жили По Богу Духом Здесь такая Сложность Перевода Но Чтобы они Подвергшись Суду По плоти То есть Попали под суд Да Впоследствии Жили Божьим Духом Ну так скажу По божески Да Я думаю Это понятно Впрочем Близок всему Конец И так Будьте Благоразумны И бодрствуйте В молитвах Вот Благоразумие Это то Чего нам Не достает На каждый день Благоразумие И бодрствование Мы должны Понимать Что это Не просто Написано В Евангелии Что близок всему Конец Что дни Лукавые Это Реальность В которой Мы живем И мы должны Научиться Бодрствовать Чтобы нас Не засасывало Знаете Помазание Вот этого мира Дух Этого мира Потому что Если мы Не бодрствуем Мы можем Угодить Все эти Лукавого И тогда Придется Знаете Долгим образом От них Освобождаться Близок всему Конец Бодрствуйте В молитвах Больше всего Имейте Усердную Любовь Друг к другу Потому что Любовь Покрывает Множество Грехов Вспомните В других Посланиях Говорится Следующее По причине Умножения Беззакония Во многих Охладеет Любовь Помните Да Вот это Высказание Умножение Беззакония Не в мире В мире Всегда Были Беззакония Умножение Беззакония Это В христианских Собраниях К миру Это высказание Не имеет Значения В миру Оглянитесь В историю Всегда Были Войны Всегда Были Беззакония в сфере правителей, всегда гнали верующих, всегда люди воевали, убивали друг друга. Содом и Гамора. То есть беззакония были всегда. Но когда говорится по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Когда беззакония умножаются в церкви. Вот тогда во время умножения беззаконий в христианских собраниях в людях остывает любовь к Богу. Люди притыкаются, особенно немощные, слабые верят. Но не говорится во всех. Не во всех. Но в некоторых в действительности любовь остывает. И для того, чтобы так же в тебе или во мне любовь к Богу не остыла, нужно реально всем своим сердцем прилепляться к Иисусу Христу. А не к какому-то человеку или собранию. Если ты прилепишься к человеку или собранию, ты не знаешь, что будет дальше. Да? Собрание может отойти от воли Божьей. Если ты прилепишься к какому-то пастырю, сегодня он проповедует Евангелие, завтра он непонятно, что может начать вытворять. И если ты к нему прилип, ты реально соблазнишься. И в тебе начнет охладевать любовь к Богу. Поэтому, чтобы твоя любовь в этом злом веке, в котором мы живем прямо сейчас, чтобы она не остыла, ты должен прилипать к Иисусу Христу. Реально держаться исключительно за Его руку. Но, опять же, не забывая, что есть Церковь Божия, где есть дети Божьи, но Христос всегда на первом месте. Имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Вот любовь, она действует как лекарство, да? Покрывающее. Оно не только покрывает, Ну, в каком плане, да? Вот брат мой споткнулся, наступил на грабли, образно говоря, да, там. Совершил грех. Если я люблю брата, то я этот грех покрою. Что значит покрою? Я не буду его высвечивать всем. Ну, к примеру, согрешил мой брат. И говорит, совесть его мучает. Он мне звонит, говорит мне, Женя совесть мучает, не могу. Сделал грех. Если в Церкви есть любовь, то есть никто, кроме меня, о его грехе не узнает. Любовь во мне покроет грех моего брата. Все. Это любовь, которая возрастает. А если в Церкви нет любви, но там какая-то религиозная, я не знаю, спесь, то тогда вы знаете, что начинается. Тирания, преследование, уничижение и даже изгнание из собрания. Кстати, если тебя выгнали там за исповеданный грех, я не говорю о тех, которые грешат, знаете, очень много лукавых, называясь верующими, грешат, там, творят беззаконие, я только две руки подниму и скажу, таких надо выгнать из собрания. Об этом в Евангелии также говорит, изверните развращенных из вашей среды. Но если человек исповедует свой грех, его нельзя никогда от себя изгонять. Любовь покрывает. То есть я не открываю наготу брата в плане грех и не говорю, знаете, что наш брат сделал, вчера позвонил, ну что решим, что делать будем с ним, и давай все ему кости там перемывать. Никаким образом. Любовь покрывает. То есть она скрывает это. Если это грех исповеданный, да? Если человек не переступает через Евангелие, через благодать и в наглую, не делает какие-то беззакония, то любовь вот это все покрывает. Она покрывает только при одном условии, когда она действительно в церкви есть. Ну а церковь это кто такие? Это мы, это я, это ты. Это каждый из находящихся в данном случае здесь. Аминь. Будьте странно любивы друг к другу без ропота. Странно любивы, то есть, принимайте друг друга, так скажу, в гости. Вот так, говоря простым языком. Будьте странно любивы. Странно это, ну, также не только принимайте, но можно с другой стороны увидеть, и будьте странно любивы друг к другу без ропота. То есть научитесь не роптать друг на друга. Но опять же, если есть любовь, она не будет роптать. Но еще раз скажу, мы как верующие понимаем, что любовь, да, если ты видишь любовь брата по отношению к тебе, и ты в любви пребываешь, конечно же, ты не будешь злоупотреблять любовью Божией, верно? Но это тоже факт. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Теперь посмотрите. Дух Святой излился в нашу жизнь, и ведь Он, Бог приходя в нашу жизнь, приходит не с пустыми руками. То есть Дух Святой обязательно проявляет в нас тот или иной дар. И здесь Петр говорит, чтобы мы служили дарами. Дары – это наши способности, которые мы получаем от Бога. Способности на сверхъестественном уровне служить друг другу. И дары нам описываются в послании Коринфянам. Там очень много даров. Служите этим даром, как добрые домостроители. Теперь мы возвращаемся опять ко второй главе апостола Петра, который говорит, что мы живые камни, устрояющие из себя дом духовный. Но мы не только сами из себя устрояем, но мы также друг из другов устраиваем духовный дом. Правильно? Да. То есть то, что ты не видишь в себе сам, то в тебе может увидеть твой ближний и помочь тебе. Как это хорошо увязывается с тем, о чем говорится в послании евреям. Наблюдайте друг за другом, чтобы кто-нибудь из вас не лишился благодати Божьей. Я всегда говорю, наблюдение – это не контроль. Да? Там не говорится, контролируйте друг друга. Нет. Наблюдайте. И опять же, наблюдение с любовью. Это не в плане я наблюдаю. Ну-ка, буду я за кольком наблюдать, что он там у нас делает. Нет, не об этом идет речь. Наблюдайте, то есть присматривайтесь. И если ты видишь, что брат твой в чем-то не бодрствует, то ты с любовью что делаешь? Звонишь соседке и говоришь, Маш, ты знаешь, что наш брат там делает? Только что я увидел, наблюдал и смотри. Ну, многие так поступают в собраниях. Нет, но здесь речь о другом. Наблюдайте друг за другом, чтобы кто-нибудь не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. То есть, я устрояю в себя духовный дом, но сам себе или сам за собой чего-то я могу не увидеть. Ну, в жизни всякое бывает. То у меня есть брат и сестра, которые обязательно в любви мне подскажут и меня исправят. Вот почему здесь говорится, наблюдайте друг за другом, да? То есть, если ты заметил, поправ твоего ближнего, и твой ближний тебе скажет спасибо. Все. Это так же, как твой ближний упал, вот идешь ты зимой по улице, люди падают, что ты должен сделать? Ну, подойти, подать руку, это же естественно, да? Ты же не подходишь, ногой не пинаешь. Эх ты, свинья развалилась, ходить не умеешь, ноги у тебя непонятно, куда глаза идешь, вылупила, плюнул еще и дальше пошел. Но так же ты не делаешь, да? Ты поднимаешь человека, поднял его, помог ему отряхнуться, тебя поблагодарили, и ты, да, все нормально, улыбнулся и пошел дальше. То же самое в Церкви Божьей. Кто-то упал, его не надо пинать и говорить, свинья, грешник, пес на блевотину вернулся. Ну, он упал, он поскользнулся, он сорвался. Подними, отряхни его, брат, пожми ему руку, нормально все. Слава Иисусу, все хорошо. Иди, брат, дальше, и не падай, верно? Без всякого суждения. Наблюдаешь. Очень просто, да? Служишь даром Божьим, созидая твоего брата и твою сестру, его внутреннего человека, устрояя. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Ну, или другими словами, на этом стихе тоже очень часто манипулируют, знаете, искажая смысл. Ну, что они делают? Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Вот встает какая-то сестра и говорит, так Господь сказал, так Дух Святой. Вот сестра Вика рассказывала историю, там одна женщина встала посреди собрания, и давай всех запугивать, это Дух Святой говорит, вот мне Бог сказал, это слава Божье, что все вы должны скинуться там по тысяче рублей какой-то машины на день рождения. Ну, зачем здесь Бога приплетать? То есть, ну, некоторые используют именно этот стих. Если они говорят, что-то, то они это говорят, как слова Божьи. Но здесь не тот смысл. Говорит, если кто говорит из вас, говори словами Божьими, то есть, опираясь на Евангелие, ну, так я говорю, во всей целостности, да, то есть, если вы какую-то мысль излагаете, то имейте основание в Писании на этой мысли, а не то, что люди используют, некоторые, знаете, я не знаю, используют благодать или Слово Божье, как, не знаю, как заклинания, знаете, какие-то, чтобы людей запугивать. Не об этом речь. Говоришь, говори словами Божьими, другими словами. Служит ли кто из вас? Служи по силе, какую тебе дает Бог. Не надо на себя брать больше, чем на тебя возложил Бог. Это тоже, знаете, есть проблема. Человек пытается, он Богу любит служить, он начал служить, но он так на себя на всего наберет, в оконцовке, как загнанная лошадь, и по сути ничего не сделал. Не послужил. Потому что столько на себя взвалил, в служении всего сразу, и ничего не сделал. То есть служи именно по той силе, какую ты имеешь. Я часто говорил, если тебя Бог не зовет что-то делать, лучше просто сиди дома на диване и занимайся домашними делами. Правильно? Чем без воли Божьей срываться и пытаться что-то делать, а оно у тебя будет сыпаться все сквозь пальцы. Нужно научиться быть послушным Богу. Если Бог не говорит, не делай. А если Бог говорит, я это часто всегда говорю домохозяйкам. Сестры обычно задают вопрос, что нам делать, а как нам быть, а как нам волю Божью для себя узнать. Я для всех говорю одну самую простую рекомендацию. Во-первых, Евангелие говорится, верного в малом поставлю над многим. Первая женская позиция в церкви это естественная позиция земная. Какая? Слушаться мужа, воспитывать детей, быть попечительной в доме и так далее и тому подобное. То есть это самое первое. Занимаешься своей повседневной жизнью, ну равно как и мужчина, повседневной жизнью. Работаешь, обеспечиваешь семью, время от времени ты свидетельствуешь кому-то. И если ты вот в этом верен, в естественно, тогда в твоем вот этом естественном, в этой верности, приходит Бог и тебе говорит, как я часто говорил, домохозяйке, однажды Дух Святой к тебе придет, скажет, швабру, отложи в сторонку, поедь, помолись за соседку. Даже если это будет раз в неделю или раз в месяц. Но ты уже в воле Божьей. Чем ты будешь бегать, насоса, сломя голову, у тебя дети будут голодные, муж на тебя будет злой. Или наоборот, да? Работать не будет, будет где-то там бегать. Я дело Божье исполняю, а там дети голодные. По счетам там уже долги растут, уже скоро и газ, и свет отрубят. А он бегает, я Богу служу. Я Царство Божье поставил на первое место. А там уже, знаете, уже ему электричество уже обрезают, газ уже ему закрывают, детям есть нечего, сестры там ходят, носят подачки, передачки, дети там голодные, денег нету. Он говорит, а я бегаю, вот Царство Божье благовествую. Вы знаете, это неправильный подход. Когда Бог тебя послал благовествовать, Бог послал. Не ты сам себя послал. Это огромная разница. Есть, когда сами себя посылают. Сами. На энтузиазм. Подскочили и побежали благовествовать. Долги растут, есть нечего, а мы ходим проповедуем. Волю Божью. Вы не исполняете волю Божью? Тогда сами себя послали. Знаете почему? Потому что в Евангелии мы четко читаем, когда Иисус послал учеников подвое, и они пошли. Что? Они в нужде, в голоде были. Что? Он говорит, вы нужду имели, когда я вас послал? Они говорят, нет. И здесь то же самое. Занимайся естественной жизнью. Бог посылает что-то, говорит, пошел, сделал. А Бог тебя будет благословлять в естественных вещах, в бытовых. Это факт. Ну и некоторые служат, так скажем, без воли Божьей. Что-то делают, а потом думают, а что такие проблемы? Богу хотел послужить, а проблемы большие приобрел. Ну, без водительства, да, так бывает. Итак, служи именно по силе, которую дает Бог, чтобы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Следующий этап в 12 стихе относительно искушения. Вот все мы, каждый из нас их встречает. Соблазны, искушения в любой сфере. Слово искушения имеет двойное значение. Первое, искушение как соблазн, когда тебя искушает сатана, соблазняет на грех. Ну, или ты сам искушаешься. И второе значение слова искушения как испытание, потому что это слово применяется в разных случаях. в одном случае оно применяется как испытание, в другом случае оно применяется как соблазн. То есть, ну, допустим, фарисе Иисусу говорит, учитель, ты нас соблазняешь. Ну, в каком плане? Мы на тебе соблазняемся, искушаемся. То есть, когда кто-то кого-то искушает. Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Огненное, то есть, очень-очень серьезное. Ведь, заметьте, огненное искушение, точнее, испытание, посмотрите, как оно взаимосвязано с закалкой, которую делает Господь Бог. Ну, допустим, апостол Павел, он говорит, трижды я молил Господа, чтобы он убрал от меня ангела сатаны. То есть, в случае же с Павлом, это было огненное искушение. Что делает огонь? Закаляет. Неоднократно Бог называет себя горшечником, а нас называет глиной. И Бог работает с нами, как горшечник работает с глиной. Смотрите, в интернете, как горшечники из глины делают разные формы сосуды, да? переработали, обработали, и он голыми руками там навертели на этом, ну, там, в древние времена пошел там, что-то нам не понравилось, смял, опять начинает. Вот вроде форму уже какую-то приобрел, ту, которую надо. Следующий этап его надо поставить в огонь, чтобы в огне закалился сосуд. Но мы же тоже у Бога сосуды, и он как горшечник держит нас в руках. Поэтому огонь, огненные испытания, здесь стоит слово искушение, ну, в кавычках испытание, опять же, это преследование за веру, потому что в начале он здесь говорит, Христос пострадал по плоти, плотью, то есть за нас, и мы эту же мысль держим, да? Во всем Евангелии мы уже выяснили это самые благословенные страдания. И здесь он говорит, огненные испытания, которые приходят, другими словами, в вашу жизнь, не бойтесь их, почему Бог закаливает вашу веру. То есть вы как сосуд уже приобретаете определенную форму в руках горшечника, верно? В руках Иисуса, он же говорит, мои овцы в моей руке. Так вот его руки держат нас иногда в огне. Поэтому он и Павлу говорит, достаточно тебе моей благодати, потому что моя сила совершается в немощи. То есть когда ты, Павел, немощен, у тебя уже нет шанса надеяться на свои силы. Понимаете? И что тогда? Тогда в силу вступает сила Божья. И здесь искушение, испытание закаливает. Поэтому он говорит, Бог, не бойся. Почему? Потому что во время огненных испытаний первая мысль у тебя это наверное за что-то мне, это я провинился, это Бог меня карает, это вот тут. Короче, ты сразу начинаешь в себе рыться. Ну правда рыться, а за что Бог? Что-то я не туда пошел, не то сделала, не то сказала. Знаете, прищик у человека на языке вскочил, он уже думает, Бог его покарал, он, наверное, слово не то сказал. Но я вам факты реальные говорю, какие в жизни, да, на самом деле. нога заболела, все, в церкви коситься начнет, не туда ходила, Бог в ногу поразил. Если посмотреть кругом, то так и считают, что Иисус прыщики на язык всем кидает, ноги всем ломает. В общем, мы уже эту тему поднимали неоднократно, вы поняли, что на самом деле Евангелие учит не про это. Возвращаемся. Эти испытания, как приключения для вас странно, для вас это чересчур странно, да, то есть непонятно, но это закалка, чтобы вы знали, да, ваша вера проходит испытания, как мы уже увидели в предыдущих проповедях, где апостол говорит следующее, чтобы ваша вера оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемо золото. То есть вера проходит закалку, и Бог закаливает веру среди испытаний, вот почему. Бог не ограждает нас от таких испытаний, ну, потому что Он не ограждал Иисуса от страданий, правда, не ограждал? Ну, почему, если бы Бог так ограждал, как бы ты воспитывался, как бы твоя вера возрастала, как бы ты учился любить, терпеть, правильно? То есть поэтому страдания за веру, они присутствовали, присутствуют и будут присутствовать. Этого не отнять. Это единственные страдания, которые угодно Ему. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, так вот, 13 стих уже сам за себя говорит, это не страдания, что ты, вот, я лежу, болею, это Христово у меня страдание, испытание, это Бог меня испытывает, ногу мне Бог сломал, знаю одного брата, которому Бог, как он говорит, ногу сломал. Ну да, за то, что он провинился, надо было пешком домой идти после собрания, а он сел в машину, в которой не было этого, сидения для ребенка сзади. Ну, по правилам нужно ребенка сажать в сидение, а там не было. А брат вот сел, его до дому подбросили, а потом он ногу сломал, и он посчитал, что это Бог его проучил таким образом. Ну, не знаю я, какой Бог это был, но точно не Иисус. Ну, ладно. Как вы участвуете в Христовых страданиях? Радуйтесь! То есть, вот именно страдания за Христа производят радость. А если у тебя болезнь, скажи, ты можешь, ты в болезни радоваться сможешь? Я не видел ни одного человека, повторяюсь, который лежал бы на смертном модре с раком, туберкулезом, и был бы такой счастливый, говорил, Аллилуйя, слава тебе Божия, радуюсь я, что у меня рак. Такого в жизни не бывает. Зато я много раз видел радостных верующих, которые, знаете, на таком энтузиазме проповедовала на меня, как поперли, как поперли, чуть не побили. Вот это реально, да, это радость. Апостолов били, они радовались и богославили, что имели возможность пострадать за веру. Нормально? Вы участвуете в его страданиях, радуетесь, и в явлении славы его тоже возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо дух славы, дух Божий пребывает на вас, теми он хулится, а вами прославляется. Еще раз хочу понять, что вот они страдания, преследования, угодные Богу. Если вы страдаете за веру, дух Божий на вас, теми он хулится, не то, что вы хулитесь, дух Божий, который на вас хулится теми людьми, а вами он прославляется. Только бы не пострадал кто-то из вас как убийца, вор, злодей, или как посягающий на чужое. Почему? Потому что это сразу кидает тень на христианство и на твое собрание поместное, которое ты посещаешь. Правильно? Если ты от соседа пострадал как вор, полез к соседу в огород клубнику воровать, и он тебе лопатой покрепту орел, или ты у него картошку выкапывал ночью, а его пес с цепи сорвался и тебя погрыз, то ты пострадал, но не за меру. И не надо было говорить, бог, что ты меня не сохранил. Вот Даниил, когда того в ров кинули, ты львам пасти закрыл, а собаки не закрыл. нечего по огородам лазить чужим. То есть мысль поняли, да? Только вот так никто не пострадайте, понимаете? Как посягающий на чужое или на чужую жену посягающий получил в челюсть, в глаз набили, кто тебе виноват? Правильно? Или там воровал что-то там у кого-то. А вот если ты как христианин пострадал, и именно за то, что ты христианин пострадал, то прославляй Бога за такую участь. Давайте немного остановлюсь вот на этом. Некоторые прочитали этот стих и ломанулись страдать. Вот некоторые страдают не за то, что они христиане, а страдают за свою наглость и назойливость. Вот знаете, вот они просто лезут в душу человеку, назойливо лезут. Так и просто напрашиваются, чтобы грешник им дал в лоб. Вот просто, вот в прямом смысле, а потом мы пострадали, аллилуйя. То есть даже благовествовать не умеют. Евангелие говорит следующее, не кидайтесь жемчуг свой перед свиньями и не давайте святыню кому псам, чтобы они обратившись не растерзали вас. То есть когда ты проповедуешь грешнику, не нужно его провоцировать на злость, чтобы он на тебя кинулся, оскорблял тебя. Верно? Он говорит, не мечи, не кидай свой жемчуг драгоценный под свиньям, они тебя, Богу ты здоровый нужен, а не калека. Понимаешь? Правильно? Да. То есть будь мудрым. Если начинаешь кому-то благовествовать, если ты видишь, что человек не хочет, слушай, не надо. Обычно, знаете, я иногда смотрю уличных проповедников. Вот недавно включил одного проповедника, он в маршрутке значит благовествует. Сел в маршрутку на заднее сидение, взял мобильный телефон, включил и давай. Люди, вы все в ад идете. Люди, Бог вас всех осудит. Ну, вот в таком духе. Ему уже сидят там люди, там, мужчина, ну, успокойтесь. А он в наглое, уже водителю вопросит, да прекрати ты, а он в наглое. Да я там, ну, мало того, он еще кавказской национальности. Я думаю, слушай, он вообще всех людей запугает, может они подумают, что он вообще какой-то самоубийца, может у него там вообще, ну, представьте, я вам, говорят люди, ад покажу. Сидит в маршрутке, говорит, вы ад, вы видите. Не, вы знаете, если бы я такой голос услышал с заднего сидения, наверное, я бы начал уже молиться. Господи, приви меня в обитель. Ну, мало ли, что там за чудо сидит, может он с поясом смертника. Я бы уже молиться начал. Ну, вот такие благовестники, понимаете, вот в кавыче, это что за благовестие? Люди, вы сейчас ад увидите в маршруте. С порточку вылетать же. А если кто-то реально, знаете, с перепугу выпрыгнул бы на ходу, мало ли, кто знает, сидит человек кавказская национальность и говорит, вы сейчас все ад увидите. Благовествует Евангелие, на телефон снимает, а они ему кричат, слышно, успокойся, что ты к нам привез? А он уже водителем говорит, замолчи, а он в нагло им там, я вас всех люблю, там, в ад идете, там, Христос говорит, что за благовестие? Зачем злить людей? Евангелие дано не для того, чтобы злить людей Евангелием, знаете, в бешенство их приводить. Они и так приведутся, но ты с любовью начни им благовестовать. Может популярность напередать? Да, но не хотят они тебя слушать. Телефон зачем? Не знаю, зачем телефон включить. Снять, чтобы выложить тебя в ютуб. Зачем злить людей? Если не хотят слушать, развернись тихо и уйди. Правильно? А хотят слушать, будут тебя слушать. Надо же уметь еще говорить, ну, людям, понимаете, то есть грешник, уметь разговаривать с людьми, а его слушать не хотят. А они люди, они начинают навязывать, как, знаете, свидетели Игова, как прилипнут. Бывает тоже. Но тебе хоть тактично прилипают. Но надо иметь, опять же, мудрость. Если ты вот так реально пострадал, ну, ты сам довел человека, он тебя огрел, там, ну, агреет тебя монтировкой, таксист, и все. Ну, неинтересно, что ты будешь свинье кидать свой жемчуг, ведь Христос это жемчуг, это для тебя святыня. Зачем вот это кидать под ноги им, ты видишь, что он плюется, сидит на все это, а ты ему еще и начинаешь там, еще больше ему там из Евангелия рассказывать. уже чуть ли не до богохульства доводишь людей, да, вот если вот так доводят до богохульства грешников, не хочет он, не трогай ты его, сиди молча и все. Да, и начинают, да, богохульствовать. Вот, я не думаю, что вот это страдание на самом деле за Христа, это я не знаю даже, чем назвать. Страдание за Христа в действительности, когда ты благовествовал, проповедовал кому-то, а там кто-то на тебя там, не знаю, напал там за это там, пока ты стоял человеку в парке, ты рассказывал, кто-то подошел там, стал тебе угрожать, там побили тебя там, ну или как-то там, знаешь, ну, опять же, многие из таких верующих сами нарываются на скандал и получают по голове. Ибо время начаться суду с Дома Божьего, если прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божьему. Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Понятно, где? В аду, да? Итак, страждущие по воле Божьей да предадут ему, как верному создателю, души свои, делая добро. То есть, с благовествованием мы уяснили, да? Не кидай бисер, чтобы тебя не попрали, Богу ты нужен здоровый. Вот, но если пострадаешь, все равно, значит, прославь Бога. Ну, не напрашивайся никогда на то, чтобы тебе череп проломили. Это, я думаю, всем понятно. На этом сегодня все. Да благословит вас Бог, друзья. Думаю, есть над чем подумать, что вам переварить, ну и мне, конечно. И впоследствии, я думаю, что Бог вас научит, равно как и меня, еще больше, аща. Давайте мы будем молиться. Спасибо тебе, Господь. Милосердный Небесный Отец. Большое тебе спасибо за это небольшое наставление, которое, я надеюсь, впоследствии произведет в нас добрые перемены и добрые плоды в нашем хождении, пути и следовании за Тобой. А также я верю, что мы более и более будем возрастать в нашей вере, Господь. Большое тебе спасибо за все твои благие даяния. Пусть сегодняшние слова, Господь, которые мы слышали, растворятся в нашем сердце веры. Пусть они Духом Святым будут просто произведены, Господь, в нас настолько, Боже, мощными, Господь, настолько зрелыми плотами, Господь, в нашей жизни, чтобы мы в этом мире могли являть Тебя, чтобы мы научились у Тебя во всем, в благовествовании, в вхождении, в следовании за Тобой, в исполнении Твоей воли, Господь. Чтобы любое настоящее страдание, Господь, за веру, за Тебя, чтобы мы воспринимали, как величайшее благословение для себя, Господь. научи нас с мудрым сердцем, как и Ты сказал, посылаю вас, как овец среди волков, будьте просты, как голуби, пусть мы будем научены Твоей благодатью, когда говорим кому-то о Тебе, чтобы мы с этой голубиной простотой, Господь, как эти птицы могли бы иметь мудрое сердце и простое, как благовествовать. Научи нас во всем. Пусть Твой Дух Святой ведет нас по жизни. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Что ж, поприветствуйте друг друга. Есть вопросы, болитвы, свидетельства. Пожалуйста, друзья, дивитесь. Аминь. Истина свободна будет. Если Сына свободна будет. А то он не последила, а когда ее салюту. Истина свободна будет.